добрый вечер я начну с того что да вот у нас завязалась такая плодотворная дружба с музыкальным издательством геометрия видите выходит уже шестой альбом и все они прекраснейшим образом изданы вы знаете что геометрия лучше всех до издает альбомы там обязательно есть книжки с текстами но и мы в общем там в нижнем тоже стараемся чтобы в каждом альбоме в каждом диджи паки была какая-то фишка да вот в этот раз это вот эти прорези и вы еще не купили да вы еще без альбома но вы знаете да что нужно обязательно купить эту пластинку и положить ее одна на ваш этот прикроватные и киевский наверное да там тумбочку да прикроватная да чтобы всегда альбомы хронопа которые обладают безусловно терапевтическим свойством всегда находились где-то подголовье там все-таки множество люди взрослые да и в каком смысле может быть они даже иногда срабатывают как позервативы не знаю важно что это такая функциональная штука так ну и я хочу конечно поблагодарить всех тех кто участвовал материально в производстве музыки потому что я часто как-то тут пускаю ведь к это крайне важно вот мы сейчас там смотрим клипы красивые да и музыка очень красиво записано но это все прекрасные люди я вот здесь вижу алла саша лену володя кого-то я там не вижу но это крайне важно и вам большое спасибо похлопаем ну я действительно те кто был на моих концертах знают что я петь не очень люблю мне больше отдавайте может быть чем поговорим я по отвечаю на вопросы может быть даже поучу вас музыки потому что вы знаете что я сейчас даю уроки по санграйтингу ну и вообще в принципе об этом знаю довольно много так что не стесняйтесь спрашивает а в основном где снег съемки проводились вот привода красоты дело в том что я давал письменно это чтобы об этом ничего не говорить это было и так это было и там это много важно что есть хорошие люди которые нам помогают хороший вопрос кстати да вы знаете что альбом между никогда и всегда это вторая часть трилогии которая была начата два года назад альбомом самостояние который я думаю у вас уже лежит на вашем вот киевском прикроватном и киевской прикроватной тумбочке и сопровождает вас в машине и всегда готов к прослушиванию через наушники в метро вот это второй альбом и третий альбом записываем мы сейчас и он выйдет следующим году ну и наверно я что-то спою да чуть-чуть из этого альбома люди в общем-то не так плохи от скоблить бы их от шелухи а там глядишь откроются кружева ты мне тихо на ночь почитай траву и поправ подушку в платьяном шкафу шестеренка к счастья поломался зуб замотая его скотчем ты мне тихо на ночь почитай траву слишком инфантильный на всю голову вопреки системе вопреки всему бежим и хохочем бежим и хохочем люди в общем-то не будь я кот это ноги голова живот и любовь а может быть не любовь люди в общем-то не так дурны если сытенько и нет войны а позлословь в адрес их позлословь ты мне тихо на ночь почитай траву и поправ подушку в платьяну шкафу в шестеренках счастья поломался зуб замотая его скотчем ты мне тихо на ночь почитай траву слишком инфантильный на всю голову вопреки системе вопреки всему бежим и хохочем бежим и хохочем люди в общем-то могли бы жить ветер в диком поле сторожить а царя сразу убивать в грани люди в общем-то черновики для идущего по дну реки зачеркнет и заново сочинит ты мне тихо на ночь почитай траву и поправь подушку в платьяну шкафу в шестеренках счастья поломался зуб замотая его скотчем ты мне тихо на ночь почитай траву слишком инфантильный на всю голову вопреки системе вопреки всему бежим и хохочем бежим и хохочем бежим и бежим и хохочем пищи в perspectiva числа колокольные Майк Бог Он всех нас научил Писать песни о любви Но останемся после уроков Майк Великий Если бы не Майк Меня бы, наверное, не был на этой сцене Это точно Никто не помнит, как боятся птицы Включая тех же птиц В крыльях звуки из птицы В кровь ледилась из птиц Но нам и начали пряжиться И не оставить след И все надежда на крыльях, что режет сталь Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь Все надежда на крыльях, что режет сталь Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь И мы так приданы драк Другу не разлучить вовек Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь Никто не помнит, как боятся птицы И не спросить у птиц Крылья, что режет сталь Все надежда на крыльях, что режет сталь Крылья, что режет сталь Крылья, что режет сталь Никто не помнит, как быть птицей Есть вопрос? Есть вопрос? Конечно Единственный боевик на пластинке «Крылья, что режет сталь» Ну, вот боевик в смысле агрессии, в смысле подачи такой Раньше их было больше в пластинках Ну, два, иногда три Я уж про молодость вообще не знаю Это связано с чем? Молодые, как нефть тоже Я помню, что о том же однажды спрашивали Зимфиру Она сказала, что я вообще крайне радуюсь, когда появляется какая-то тамповая вещь Но, с другой стороны, у Sex Pistols не было баллада Ну, то есть, видимо, у каждого есть какой-то свой внутренний темпо-ритм Ну, я знаю вообще об этом довольно много Потому что интересуюсь Моя, например, любимая Фиби Бриджерс Она сочиняет только баллады Но продюсер понимает, что некоторые вещи все-таки должны быть Такие более быстрые, темповые И они просто начинают думать, какую балладу просто ускорить Сделать ее мощной Ну, тоже вариант Хотя, может быть, как раз так и надо Так получилось, что я очень давно не давал концерта И практически вообще весь материал Сегодня палит вообще первый раз И к тому же очень неудачно съездил в Сибирь Привез оттуда ковид И последствия его до сих пор еще ощущаю Так что, будьте здоровы, не болейте Горло довольно долго лечил, глотку и связки Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некуда и стыдно Дальше отступать Только под землей в ямку закопать Забыть в ямку закопать Любить чудом уцелевшие Через поле пронести свечу По колено в девственных снегах С камешком в борту на слабо Подарет уголом Дальше отступать Некуда и стыдно Дальше отступать Только под землей фляжку запрокинь Глоток, взгляд куда не кинь Восток Пахнет сыроешками Через поле пронести Свечу В чавкающей гине темноты Превращая коровь В рок-н-ролл В чистую поэзию Через поле пронести Огонь С дьявола на каменных плечах А навстречу бог Серый волк Одноноги в бестия Дальше отступать Некуда и стыдно Дальше отступать Только под землей В ямку закопать Забыть В ямку закопать Любить Пули останавливать Через поле пронести Свечу Повод хайпануть Но не сейчас Ледяную рутать Отогреть И губами Встретиться Согласен Это хорошенько Как вы оцениваете Что она хорошая В какой шкале Кто спросил В какой шкале По шкале От того что В русскоязычной музыке Так больше никто не может Какой еще Просто такие гармонии Никто не знает Так наверное Какие-то интервалы Что тоже важно Я жду Я жду В тайных явках Петербургского Тракта Зима В фонарь Петербургского Похмелью До слез Любовь До слез Петербургского Петербургского В кухне Со мной Я жду Что он придет В двадцатом году Хотя сейчас Он даже Больше Здесь нужен На нас Несется Ледяной Грузовик С помертым Ртом И целью На колесе И нужен Тот Кто Перехватит Штурвал И кто Прорубит Наконец Тот Шахт Насквозь 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 В его глазах Такими Чертвость Небесны Холм Молчание Под текстом Борьба Он Щелкнул пальцами В карман И чья-то Усветилась Судьба В его глазах Сучит И сыпется Время Последний месяц Перед Долгой Войной А он Такой Совсем Настоящий Пьет на кухне Со мной Пьет на кухне Со мной Пьет на кухне Пьет на кухне Пьет на кухне Потому что Ну Написать хорошую песню И У нее не будет публики Потому что До сих пор еще Наше радио в голове Там все такое прочее Да Может надо Отсюда начать По публику Воспитать Не Ну я вам Знаете что скажу Что Да Безусловно Та условно Западная публика Которая Все Все Она Тоже Не сразу Как бы все это началось Вот представим Битлы Да Битлы Настолько Показали Расширили Палитру Музыкальную Невероятно просто У них Собственно все И психоделия И арт-рок Да И То есть За 4 года Они прошли там историю От Лав Медуда До Сержанта Петера Ну и так же люди Вместе с ними Развивались И К сожалению у нас Пишется музыка Вся вот эта песня В основном Состоят из Трех нот Вот эти трезвучия Вот Вот Но вообще Нот-то гораздо больше И В основном Вот Ухо Российского Человека Заточено На вот Как бы такую дворовую Или бардовскую песню Она вся сочиняется По Нотам Трезвучий То есть Вот если например До и мажор То в песнях Есть только До Ми Ми Соль Вот эти три ноты Если там появится Например Девятая ступень Да Она воспринимается Как нечто неустойчивое И диссонансное Или например Кварта Вот Одиннадцатая ступень Или Ля Тринадцатая ступень То есть Это аккорд Вот такой То есть Все как-то Сложно Да И А вот Эти все люди Там Габрили Стинг Они без этого вообще Не могут сочинять У них вся музыка Это вот Верхние Расширения И Вот Я стараюсь Тоже Сочинять Эти Верхние Может быть Они звучат Как-то так Немножко Может быть Странно Но Мне непонятно Ну как же Голову-то людям Это все Сунуть Правильный музыкал Но Я делаю только то, что могу А помнишь те три ночи на Корфу? А помнишь те три ночи на Корфу? Где море цветально? Я Полжизни Утром За один кофе В тавенне Дербона И ты ныряла Со скала Вечность От счастья Не все И Сидели А помнишь Снег на Камбаденфьоре Такое Растолит А помнишь Мы смотрели В глаз Шторма Он Подмигнул Ответ Мы Забирали Виноград На Э Ловили Рыбу И Вместе С Уличным Певцом Восла Пели Ловили И Не То Что Не С Но Хочется Только С тобой Жить Вместе Жить Вместе Жить Вместе Жить Вместе Жить Вместе Теперь ты пустишь двух своих внуков, в дыме сигарет. Один кудрявый, а другой рыжик, жалю меня их нет. И государство наше лет восемь, в состоянии войны. Осколки некогда такой страшной, такой больной страны. И ни то, что не с кем, ни то, что не с кем, но хочется только с тобой жить вместе. 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 но вот это была простая песня но я понимал что там нет припева как такового и поэтому мы там добавили но те кто слышал альбом знает что после вот этого жить вместе идет такой велончельный проигрыш который делает вот этот весь драматайзинг но то есть как бы вот это важно а 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 По дворам моим ходит снег Ходит снег, по дворам моим ходит снег И жует купленный в ларьке чебурек И шаги, услыхав соседи, в огне гасит свет Ходит снег, прокуратор и следопыт Черный снег, не хватает только копыт За боевые сто грамм Ходит черный снег по дворам Постелим мне на крыше, где зеленый виноград Постелим мне на крыше, чтобы жизнь вернуть назад И щеку отца рады быть не могу Ходит снег, топчется у самых дырей Черный снег в тетке оправняет детей А два пят, больше не выходит на связь Лишь годки Черный снег, слой обходит архипелаг Маску сбрось, а под ним без усы сопля Постелим мне на крыше, где зеленый виноград Постелим мне на крыше, чтобы жизнь вернуть назад И щеку отца рады быть не могу Тает снег, льется из его рукавов За весной прилетело лето цветов Тает снег, по коленам и в его густом молоке Тает снег, в стеклах захолустных аптек За углом курит, но таща пчеловек Зависший слов звезда Между никогда и всегда Постелим мне на крыше, где зеленый виноград Постелим мне на крыше, чтобы жизнь вернуть назад И щеку отца рады быть не могу Но тут хорошая была песня Вадим, тут такой вопрос Пишите хорошую песню, потом вы ее записываете Потом, например, на нее снимается клип А идеи клипов от кого исходят? Они исходят от вас, они исходят от снимающей команды Как решается, что будет в кадре? Я ничего не решаю И я подписал, что я ничего об этом не буду говорить Это не я снимаю Но это же снимается на вашей песне Да, вот так Есть хорошие люди И они так видят И они так видят Прямо скажем, получается неплохо Но иногда совпадает Иногда не совпадает А часто не совпадает? Ага, вам нужно, вот Нет Вы верите этому режиссеру, просто значит, что он делает хорошо Как бы, априори Вот я вам скажу такую вещь Я долго очень играл в живой группе Да? Ну, то есть совсем много лет Вот только последние годы группы нет И вот в группе 5-6 человек И вот мы джимуем что-то там Вот песня Все знают, что там Свои партии нащупывают, да? И вот Вы думаете, что Все, вот Все, что играют Все должно мне нравиться? Ну, нет же Иначе У них не будет Ничего своего Понимаете? То есть каждый должен внести какую-то лепту Да? Мне может быть что-то не нравится Нет, я могу где-то там что-то сказать Но Меня говорят Ну, ты что? Вообще отлично же Ну, это так решается Когда в группе Не один человек Вот если один, как там Майк Олдфилд Условно говоря Он один Он на всем играет Вопросов нет Ему все нравится, наверное То, что он играет Ну, то есть глупо было бы Если что-то Ему что-то не нравится Наверное, он мог бы с собой договориться И сказать, что Нет, чувак, это не надо А вот в группе Все не так В группе Это пять личностей У которых есть Какой-то Группа Это понятно Тут мы говорим о песне Да, я понял Про видеоклип Ну, вот Я считаю, что Тот, кто делает видеоклип Он тоже субъектен Конечно В целом То есть Вам все-таки В общем итоге Все-таки Вам Все нравится Да, в общем Направление Общее Да, нравится Ну и хорошо Ну, не на сто процентов Ну, видите Вам, наверное, тоже Вот вы смотрите Вот это вот Что-то не надо было Вот этот кадр Ну, мы не объективны Да-ка я так же Ну, в общем Все Что-то там Привносят Какую-то лепту Все понемножечку Мне Мне вообще Когда была группа Вот я говорю Все Даже я Подстраивался То есть Я писал песни Все равно Немножечко Подстраиваясь Под группу Да Ну, то есть Я условно Понимал Что вот эта вот Такая простая песня Она Лежу на луне Вот условно Говорят Она всем понравится И Или там Двое Там Ну, какая-нибудь Такая простая песня Я был уверен Что всем Все понравится Хорошо А вот, например Вот то, что я сейчас пел Ходит снег Я, может, в группу Как-то Все так подумали Ну, это что-то Что-то там Что-то слишком Заумное Да Такое А вот Например Была группа А сейчас Я почитал На диске Есть аранжировщик Практически играет На всех инструментах Как вокал Да-да-да Ну, вот с ним Продюсер Да-да-да-да Ну, я и был Продюсер И он И смотрит Мокрый орех Да, в записи Альбома Ну, это же тоже По большому счету У вас уже группа Ну, то есть Ну, такая неполноценная Но с ним же тоже Такие же разногласия бывают Как и с участниками группы Или нет Или с ним там Идем Да, много разногласий Конечно Ну, по большому счету Наверное, сейчас Это Хронопа Это три человека Вот Алекс Я и флейтист И счет нашего Золотого Хронопского состава Потому что Его флейта Это очень важная краска Группы С самого Там Ну, не с самого рождения Но с первого Студийного альбома То есть Ну, как вот Флейта и Хронопа Это вот Прям Ну, так вот Из этого вопроса Такой Много разногласий И часто Вы поддаетесь Его мнению Или он вашему То есть Насколько Все-таки Ну, так Я понимаю, что он Мультиинструменталист То есть Нет, дело Тут немножко не так Мы с ним записали Уже восемь альбомов Он звукорежиссер То есть Вот Мы с ним дружили Еще до того Как он стал звукорежиссером И даже можно сказать Я там Как-то Поспособствовал Чтобы он стал Звукорежиссером Пришел в студию Работать Там все До этого Он как-то На дому Работал Больше И вот Чем больше Он делал Он Сейчас уже Даже, может быть Лучше понимает Что так Что нужно Хронопу Ну, что Должно На выходе быть Чем я Может быть Потому что Ну, он в звуке Как бы Мастер своего дела Да Но, правда Мы с ним Зарубаемся Иногда Про какие-то Аккорды Бывает Такое Мы начинаем Выяснять Какие тут Ступени Что с чем-то Там Не сочетается А вот Там Вторичный Доминант А вот Там Понимаете Да Но Как-то В конце Концов Вот Кто сильнее Морально Тот Как бы Пробивает Не Ну, музыка Хроноп Меняется Это однозначно То есть Есть разница Между Предыдущим Аббомом И вот Эти То есть Может Не во всех Песнях Но есть Не Ну, тут Просто Может быть Я Как-то Это Не сакцентировал Вот Вот Эта Трилогия Которая Началась Самостоянием Вот Сейчас Второй Альбом Трилогии Между Никогда И Всегда Да И будет В следующем Году Заключительная Часть Понимаете Вот Когда тебе 60 лет Да И И ты В андеграунде И Сочинять Поп Песни Это Как бы Ну, вообще Это Кринжово Это Просто Вообще Ну, то есть Если ты Олдовый Такой чувак И В андеграунде И писать Поп-музыку Ну, я не знаю С каким лицом Это надо делать Поэтому нужно делать Чего-то более То, что Другие не умеют То, что Потому что Ты уже крут Ты можешь Все Все И поэтому Я решил Что Вот с этого Момента Да Ну, тем более Группа распалась Все уже Я ни от кого Не завишу Мне не нужен Там Кому-то Вступать В какие-то Компромиссные Отношения Все Вот оставался Какой-то Шанс До По-моему Вес В общем У нас Была Точка Ну, где Мы Репетировали Где Репетировали Все Альбомы Вот Хронопа Да У нас Была Точка С аппаратурой И когда Группа Не стала Ну, то есть Она совсем Была Нерентабельная И Все равно Мы ее держали Несколько лет Потому что Были там В фестивале Рог чистой воды Иногда В Нижнем Мы Ну, раз В два года Выходили на сцену Раз в два года И пели Там, условно говоря Семь песен То есть Ради этого Вот мы все равно Держали Но сейчас Мы от нее избавились Опять же Я могу ошибаться Но мне кажется Для вас Репетировали Найти там На какое-то время Это не настолько Проблемно Вот Если Вот Вот это Как раз Отношение Как бы Группы Шаровой Такой Понимаете Когда там Кто-то чего-то играет Вот в хронопе Никогда так не было Все Там Отвечали За свои Какие-то партии Ну Это Это нельзя Вот там Какого-то Сессионного музыканта И за Две репетиции Его научить Это Ну, просто Это не про нас История Совсем Это про Что-то другое Спасибо Поэтому Пока нет Пока Значит Все вке шанс Есть А те музыканты Что с вами играли Они сейчас Занимаются музыкой? Нет Вот я говорю Вот Наш Андрей Малых Ну Он Совершенно Великий Там Флейтист Он Сейчас Директор Симфонического Нижегородского Оркестра Филарбанического То есть Он там Играет Первые Флейтовые Партии Плюс Он еще И директор Всего То есть Он такой Очень важный Человек В городе Но музыка Не занимается Нет Нет Я про него Хотел один Сказать Что вот Он Как бы Да Он Просто музыкант Он кончил Консерваторию И поэтому Мне с ним Дико Приятно Записываться Потому что Какое-то Время Назад Я для него Придумывал Партии Ну Скажем так Один раз В песне Хочешь Хочешь Со мной Вот есть такая Песня Она открывает Отчаянная Любовь Ну Это такой Романсик И я там Придумывал Для него Небольшую Партию Такой Бриджик В моем Духе Как я люблю Там Такие Острые Интервалы Там Такие Диссонирующие Но Я понял Что это Не нужно Ничего Придумывать Он Потому что Сам Гениально Все Придумывает И С тех пор Он Просто Он просто Приносит Кучу нот И начинает Играть Какие-то Совершенно Великолепные Вещи Партии Так что Ну вот Один музыкант Да Остальные Нет Может быть Еще что-то Наболело Скажите Спросите А песни Вернись Будет сегодня? Нет Не Ну мало Ему Скажет Что Промелькнет Да Нет Вам нравится Вернись Да Да Хороший Вадик Всем нравится Нет Я просто Вот Начал Какую-то Другую Историю Короче говоря Совсем Другую И она Будет Длиться Еще До Следующего Альбома Вот Еще Следующий Альбом Такой же Будет Серьезный Такой Какой-то Без Бардовских Романсиков А знаете Почему Я Закончил С этой Темой Вот Вышла Хочешь Со мной Такая Вот Такой Романсик Знаете Хочешь Со мной И я Подумал Что Я Что Слишком Хорошо Это Умею Больше Я Не буду Ну То Все Глава Тоже Закончена Можно Вопрос Наболевшим Вот Здесь Понятно Что Презентация Диско Мы Слушаем Новые Песни А На Других Концертов Старые Песни Конечно Отлично Вообще Спасибо Там Как раз Старье Потому что Людям Нужна Старья Там Как говорится Людям Не нужна Неизвестная Музика А нужна Известная Музика Ну Да 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 Я же Сегодня Нет Ну С другой Стороны Если бы Например Кто-то Пел Со Сцены Вот Эти Песни Я Сидел Я Обалдел Потому Что Мне Кажется Клява Можно иногда Петь песни Хромопа Со сцен Не Хромопа В смысле Поет Пожалуйста Паша Паша Раньше Пел Песен Семь Или Восемь Когда У него Мало Своих Было Но Сейчас Он Поет Больше Ну В смысле Это Там Не знаю Двое Может быть И Еще Хочешь Со Мной Спасибо Дело Дело В том Что Все Кто Поют Мои Песни Они Дико Упрощают Ну Просто Все Упрощают До Это Ладно Пусть Упрощают А планируется Концерт В Москве Может В следующем Году Если Останется Место Где Если Останется Место Где Где Выступать Да Маш Кафе Уже Ладно На Замке То Где Мы Пили Двойной Белый Русский Деньги Не Стоили Совсем Ничего Как Божьи Слезки В Бар На Ильинке Прошлым Летом Сгорел Где Выступал Тогда Живой Еще Пригов С С ним Мы Играли В Кто Кого Перепьет До Рейса В Ригу Мне Нужно Сон Громов Чтоб Вновь Тебя Вспомнить И Где На Ноль Семь Чтобы Снова Забыть Осколком Стекла Рисовать На Ладони Кривые Ринцы Судьбы Уж Нет Чердака Где Ты Учила Меня Диким Аккордом На Своем Фортепиано И Чудно Врала Что Течет В Тебе Кровь Юстиниана Уж Нет Чердака Где Мы Сломали Сот В День Когда Мы ГК ЧП Победили И Из Окна Наблюдали Салют Весь Август Пили Не Нужно Столько Рамок Тебя Вспомнить И Где-то Ноль Семь Чтобы Снова Забыть Осколком Стекла Рисовать На Ладони Кривые Ринцы Судьбы Только Говори Со Мн Только Говори Со Мн Я Даю Счеты Только Не Отключайся Только Говори Со Мн Только Говори Со Мн В Голочка Бутылки Не Проходит Письма К Тебе К Тебе Воздух Пропал Который Был Нашим Всем Спиртом Свободой Любовью И Хлебом Раньше Меня Ты Это Все Поняла Сбежав На Небо Мне Нужно Столько Вновь Тебя Вспомнить И Где-то Ноль Семь Чтобы Снова Забыть Осколком Степа Рисовать На Ладони Кривые Рельсы Судьбы Только Говори Только Говори Говори Мной Я Налю Счет И Только Не Отключайся Только Говори Со Мной Только Говори Со Мной В Голочка Бутылки Не Проколит Письма К Тебе К Тебе Есть Конечно Как Всегда Проукцион Ну Во-первых Книжка Есть Такая Дэвида Бирна Как Работает Музыка Вы Наверняка Знаете Я Читал Да Вот Мне вот Такие Разговоры Сейчас Про То Что Ну Просто Писать Скучно И Неинтересно Это Уже Все Изъезжено Поперек А Да Мы Хотим Сейчас Сложно Все Про Эту Книжку Напоминаю Что Ну Как Все От ума Да И При Этом Может Быть Простые Вещи Типа Слушан С Москва Или Там Любой Свободой Рок-н-ролл Да Они Ну Как Остаются Там Прошлым Да Потому Что Ну Больше Не Эмоции А Больше Ну Мозгов Что Ли Да И Сделать Сложной Песни Интересней Чем Вот Это Вот Флакат Нет Но Тогда Мы Сразу Заходим На Очень Скользкую Такую Позицию Что Ну Бах Бах Офигенный Он Дико Сложный А Бригов Он Смурной Как Он Не Сложный Он Такой Как Поднарод Как Сочиняет Но Нет Я Это Очень Тонкая Грань Что Идет От Сердца И Не От Сердца Да Бетломан Бетломан Бетлз Митяев Барал Если Они Где-то Сошлись Там На Куликовом Поле У Бетлов Не Был Шанс Вот Такая История Митяева Это Как У У У У У У У У У Но Не Митяев Ну Допустим Кто Ну Пилот Допустим Ну Простой Какой То Такой Совсем Простая Такая Музыка Желтый Столб Обнимает Вот Ну Я еще Хотел Спеть Парочку Новых Песен Которые Вот Выйдут На Следующем Альбоме И мы Или Если Вы не Устали Или Может Быть Вопросик Какие Есть Вопросики Интересные Музыкальные А как Вы к Егору Относитесь Летов Летов Ну Не знаю Просто Еще один Такой Чувак А что Вы Слушаете Из нашей Музыки Сейчас Потому Что Я с ним Знаком Был Раньше В Восьмидесятые Годы Что Злый день Вы Помните Женю Латвич Ну Конечно Я Помню Женя Латвич Это был Такой Очень Бескомпромиссный Такой Чувак С Такими Политическими Перестроечными Антикоммунистическими Песнями Восьмидесят Ну Во второй половине Восьмидесятых Годов Он пел Такие И все Набирая Градус Как бы Все более Отчаянные Такие Песни Но Там был Недостаток Один То есть Недостаточная Музыкальность То есть Например Барзыкин Телевизор Делал это Просто Сумасшедшим Образом Я просто Был Для меня Это Телевизор Лучшая Группа Конца Восьмидесятых Потому что Они одновременно Отлично играли У них была Очень интересная Музыка Но и совершенно Бойные тексты Просто Бойные И до сих пор Я считаю Барзыкин Это такая Ну Как бы Классика Такого Социально-политического Рока Злыдень Он Ну Такой Попроще Как бы Да Такой Как бы Такая Полубарб У него были шикарные Тексты Потрясающие И по Поэти Ученик Сашбаши О Конечно Ну вы шутите Нет Не рады А он ему Кстати Написал Посвящение На смерть Сашбаши И в общем Ну Плох тот автор У которого Нет В загашнике Песни Памяти Бушлачева Согласен Да Нет Согласен Как текстовик Он такой Был По хорошему Злой Язвительный Но Может быть Не хватало Как бы Музыкальной части Вот Но Он был Такой Ну Вот Знаете Есть такой Солдат Рокенролла Вот Такой Ну не генерал Но вот Настоящий Солдат В хорошем Смысле В хорошем Смысле Вот Давайте Новую песню А про Летова А про Летова Летов Летов Это скользкая Тропа А он Летова Боготворим Майк круче Вы видели фильм про Майка Джонни Вот Вот это Ужасно Вот это ужас был Это просто ужас Или вот Это рыбин Это рыбин Он писал песню Гопники Играл Гопники Ужасно Может лучше вопросы Ну вот Двесну Снова Давай 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 Мусачку 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 Февраль-чернильная тьма И с деревянным лежишь лицо А вертолеты сошли с ума Кружа под подалкой И сердце бьется в ребро Как сразу восемь ножей тупых Ты словно едешь в ночном метро Где нет уже живых Проснулся, но я не хочу быть Проснулся, но я не хочешь будить Чтоб не узнала она Что началась война Этой ночью Собрать тревожный рюкзак И обналичить остатки скарб Пристроить в теплый приют собак И улететь в закат Гитару взять не смогу И оставлять ее здесь нельзя Похоронить бы ее в снегу Не глядя ей в глаза Проснулся, но я не хочу будить Проснулся, но я не хочу будить Чтоб не узнала она Что началась война Этой ночью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Вопрос? Да, конечно Как водится провокационная У вас плановое хозяйство Две части написали Третья в работе Причем Вы там везде уже написали Что песни все сочинены Сейчас только Собственно, как бы дело Воплощение В жизнях То есть Аннажировки Депременты Может быть что-то произойти Что это плановое хозяйство Сломается Ну в смысле Что-нибудь такое позитивное И не надо будет это Воплощать жизнь Вадим Я помню один момент Когда я написал книгу 2028 Помните? И мы сказали Что там В общем-то Слишком жестко Ну Я не помню там цитату Но в таком духе Но оказалось Что не только жестко Не так жестко А недостаточно жестко Ну или что-то в этом духе То есть Книга Не полностью Могла Спрогнозировать То, что случилось Вот это так же Здесь мы Ничего не можем Мы Реальность Нас кладет на лопатки Культура слаба Но Но Это не значит Что Не надо писать Да Вадим Можно вот такое Позадать Да Мы просто Помечтаем на секунду И все научились писать Сложную и красивую музыку Все Разную И она стала обычной Будет ли тогда простой И считаться чем-то гениальным Просто на вас взгляд А было такое Было такое Вот битлы Да Они Там Правили бал Все шестидесятые годы С каждым альбомом Как бы сказать Щедро Какие-то Новые стили Придумывая Да Все шестидесятые Вот Все их альбомы Они Ну Особенно поздние Наверное И Там где Вот Больше Ленона Где там Страубер Фил Форева Там Волрус Это Ну Это реально Сложные вещи Ну Маккартни Там Пенни Лейн Я вообще думаю Что и тот Кто Полностью Поймет Как сделано Пенни Лейн В общем Будет знать Все что я знаю То есть Это Та песня Где есть все Где есть Весь будущий Там Радио Хотя Тон Йорк Не поклонник Битлз Вообще И даже Отказался От коллаборации С Маккартни Когда тот Ему предложил Что-то там Так вот В 70-е Вот те хиппи Которые Росли Там И на Вот этом Битловском Вторжении Британском Да В Америку И все Вот эти Там Психоделические Команды Западного Побережья Все это Я веду К тому Что появились Хиппи Да И Когда они Повзрослели В этом В основном Это был вообще Образовательный бум Ну конец 60-х годов Образовательный бум И в Европе И в Америке И когда Вот эти Хиппи Они Выучились Повзрослели Им понадобилось Что-то более Сложное Чем Битлз И тогда Пинг Флойд Там Дженезис Стали собирать Большие арены Это сложная Музыка Почти Такого Академического Плана И Вот это Единственный Момент Вообще Был В истории Когда Вот эта Сложная Музыка Стала Собирать Большие Залы И вообще В хит Парады Вошла Во всякие Там Какие-нибудь Топов Зэк Попс И Условно Говоря В кавычках Те простые Люди Они тоже За этим Шли Потому что Ну вот Такой Мэнстрим Появился Пинг Флойд Его Слушали Все И Вот За Эти Там Конец Шестьдесятых Там Началось Первой Половины Семьдесятых Появились Молодые Люди Я веду К тому Что Сейчас Появятся Панки Да Я Кстати Сюда Ехал Читал Биографию Джона Нероттеля Они Просто Пришли И Сказали Что Вот Убирайте Вот эти Все Арены Группы Сложные Мы Будем Играть На Трех Мажорных Аккордах Как Да И Вот Это Кайф И Нам Не Нужны Никакие Проигрыши Вот Эти Длинные Симфорок Ну Примерно Вы же Вот Эту Историю Спрашиваете Вот Сложная Музыка Стала Мейнстримом Разумеется Нужен Должен Прийти В этот Момент Хаос Который Сбросит Их С пьедестала Все Циклич Ваши Бед Религия И Че Хаос Хороший Нормальный Панк Или Это Слишком Папсово Да я В общем Не большой Любитель Панка Честно Говорю Это Мое Поколение Но я Как-то Не знаю Я Больше Кинг Римсон Люблю Понятное Дело Но они Хороший Мелодичный Такой Изысканный Панк Изысканный Панк Да Чувак Главный Он Вообще Доктор Наук Он Профессор Там Чуде Не А это Разве Как-то Нормально Да И При этом Будет Лидер Панку Ну Да Нет На самом деле Я вел К тому Я не говорил Извините То Что Музыка Значит Должна Быть Многограммной И простой И сложной О Отлично Музыка Должна Быть Разной Но Сейчас Только Примитив Только Сейчас Другого Нет Поэтому Вот Хроноп Пришел Записать Трилогию Где Ну Ну Показал Что Может Может Быть И так Тогда Получается Ход Должен Подхватить И Она Должна Да Точно Вот Точно Если Нет Движения Это Все Умрет Это Ну Это Как Блаш Вот 30 Человек Что Сюда Пришли Все Этим Все Ограничится Да Для Этого Для Этого Должны Прийти Ну Вот Например Шорт Парис У нас Есть У нас Есть Там Сироткин Который Поп Жанре Но Это Очень Не Просто Сделано Не Примитивно Но Как Вот Просто Это Должно Быть Востребовано Что Ну Шорт Парис Это Сейчас Очень Востребованные Команды На мой взгляд Они Собирают Достаточно Людей На Западных Фестивалях Играют То Есть То Все же Есть Какие-то Люди Которым Хочется Чего-то Иного Нежели Наше Радио Должны Все Выучиться Получается Еще В Ведущее Поколение Уучить Хорошее Образование Чтобы Требовать Чего-то Большего Да Да Когда я говорил Про то Что В конце 60-х На Западе Был Образовательный Бум Да Одновременно Там случилась Французская Революция Да Это тоже Студенты Как бы И Вот эти Студенты Их стало Много Просто Их стало Много И они Захотели Чего-то Более Сложного И Появилась Вот Арт-рок Как мейнстрим Но Недолго Ну Примерно Как раз На одно Поколение А у нас Понимаете У нас У нас Ничего не Развивается Как бы Линейно Последовательно У нас Все Вот БГ Он был Запрещенным Раньше И сейчас Он Иноген То есть Как бы История Вот Она полностью Сделала Круг Ну Как тут Чего Где тут Учиться На ком У нас Каждое Новое Поколение Приходит В музыку Как будто Никого Не было До Пришли Вот Новые Люди Все А А А вот Смотрите Как Происходит Ну Условный Какой-нибудь Британии Условный Допустим Какой-то Дед Поклонник Битлз Он Покупал Пластинки Того Времени У него Роллинги Худ Ну Это Все Тогда у него Денег Мало Было Ну Скажем У него Там Метр Пластинок У него Есть Сын Который Ну Какой-нибудь Там Не знаю Ровесник Группы Кью Допустим Он Потреблял То что Отец То что Вот этот Отец Его Потреблял Вот эти Пластинки 60-х И плюс Своих Ровесников Еще Подкупал Пластинок Внучка Того Деда Это Какая-то Условная Фиби Бриджерс Новая Она Через себя Пропускала И вот Дедовскую Музыку И там Условный Радио Хэт И Поэтому У нее В голове Вся Эта Музыка А дедовской А может даже Прадедовской Какой-нибудь Колу Портера Там Из-за Чарли Паркера То есть Вот Поколенческие Они все Впитывали Впитывали И вот Это происходит Линейно У нас Вообще Такого нет У нас Все в подполе Кто-то Там Чего-то Услышал Там На кассете Маленькое Какое-то Такое Андеграунд Братство Хиппи Там Недобитые Да Егор Летов Там В андеграунде И Это не дает Каких-то Росков Это не приходит Потом за этим Какое-то там Массовое движение Нет Все опять же Какое-то такое Андеграундное Маленькое Так Я думаю Пример Нету Давайте поспорим Это правда Грета Грета Варфлей Ну это Слишком Подражает Нет Я не А то Мне кажется Бабушка Была Рокер Они же Игруху Нажали По имени Бабушки Пацаны Выросли Как бы На музыке Бабушки Ну все понятно Бабуэнзепп Там Грэнфан Троуру Кассета Нет Я просто к тому Что любая Продолжает разговор Любая девчонка Я об этом Миллион раз писал Из условного Там Денвера Молодая девчонка Двадцатилетняя Знает Точно Гармонии Всех песен Бетлов Радиохэт И так далее То есть Она приходит Уже зная Это все И сочиняет Уже свою музыку В которой Есть не только Вот Ну то есть Они уже Интересные вещи Какие-то Придумывают Так Ну и Последняя песня Для хорошего настроения Концерт окончен Не кончен полет Бросая крылья Теплая путь Мы живем сейчас Мы живем сейчас Отвлечь бармена И выбежать в ночь Не оплатив свой счет Охранник резвый Только без талач Под фонарем не найдет На самокате По подземной реке Кто убегал Тот поймет Останься до утра А там посмотрим Да, убрал А там исчезнем Переиграть Всегда успеем Живем сейчас Мы живем сейчас Мы живем сейчас В мою футболку Таких влезет две Тебе бы что-нибудь съесть А ты шагаешь По пыльной Москве И в каждом шаге протест Тебе лет снора А все еще панк Тойник во русской душе Ты чиркнусь Сличкой И вспыхнет Сбербанк Уже горит Он держит И молодыми Мы уже не умрем А может быть И вообще Останься до утра А там посмотрим До утра А там исчезнем Переиграть Всегда успеем Живем сейчас Мы живем сейчас Мы живем сейчас Но только это еще не конец Ну вот кстати Вот эти две песни Что я спел Я их спел Потому что Я их уже записал Вот для этого Нового альбом Помните Я вначале вам говорил Про то что у нас регулярно Проходит Краудфандинг Я никогда такого не делал Но Может быть получится Я привез Как бы оригинальный дизайн Альбома Между никогда и всегда И хотел бы устроить аукцион Может быть Купит То есть это Сейчас он за стекло Но это такая 3D Как бы Вот если стекло снять То здесь будет Здесь прорези И там под прорези Вот это вот хтунь Да там кровавые Но здесь я Просто расписался Это тот который на обложке Или Это в точности Нет Это Оригинал Который мы Перефотографировали Для обложки Начальная стоимость Стоимость рамки 200 рублей Ну что же Поздравляю Прекрасные вещи Ну покупайте пластинки Я распишусь Спасибо что были Приехали Спасибоят Спасибо.